Привет, викинги Викторинакс! Давно меня не было в эфире, но итоги года по-любому нужно подвести. И этот год был очень насыщенный. Это и какие-то поездки, и командировка, и горный поход. То есть у меня появилось огромное количество опыта по использованию ножей Викторинакс и не только. И поэтому в этом году у меня не будет топа такого формата, в котором я собираю все ножи Викторинакс, которые у меня были на обзоре, на тестах в этом году, которые как-то участвовали в видео, и делать из них какой-то большой топ. Я вот сделаю небольшой топ, но из тех ножей, которые реально меня сопровождали в этом году. И да, я хочу сказать, что каналу быть, но вот в последнее время мне хочется делать видеообзор ради обзора, тесты ради тестов, хотя, конечно, все, что мне прислали, я по-любому досниму. Ну, мне хочется делать какие-то углубленные видео уже с высоты какого-то опыта по использованию того или иного ножа. Ну, и чтобы эти видео были действительно полезны. Может быть, они будут не так часто, но все-таки будут. Итак, переходим к топу. Сразу вам скажу, что места в этом топе будут весьма и весьма условные, и каждый из ножей хорош в своей нише. И на пятом месте пусть будет вот такой вот Victorinox Manager. В таком легком и компактном предмете у нас такой богатый функционал. Это и клинок, и ножницы, и две отвертки, и пилка для ногтей, и пинцет, и даже ручка присутствует. Вы знаете, со мной зачастую иногда только ключи и только такой нож. И во многих ситуациях такой нож способен выручить. Условное четвертое место, и тут у нас Victorinox Свистул Спирид. Вы знаете, многие спорят, какие мультитулы лучше. Victorinox или Laserman, кто-то даже SOC предпочитает. Но я все-таки остановил свой выбор на вот таком вот мультитуле и не жалею. Не могу сказать, что прям часто его использую, но в качестве какого-то такого настольного набора инструментов, чтобы что-то даже дома быстро сделать, или вот когда нужен такой богатый расширенный функционал в небольшом компактном корпусе. Но этот мультитул то, что нужно. Он у меня уже много лет, и я в нем не разочаровался. Третье место, и тут у нас какие-то кухонные ножи Victorinox и кухонная утварь. Я использую на кухне только ножи Victorinox, и по соотношению цена-качество они вполне неплохие. Аккуратненько сделаны, тонненько сведенные, и немало блюд я ими приготовил. Хотя, конечно, стоит сказать, что я использую ножи Victorinox не только потому, что они хороши, но и в связи с тем, что я весьма и весьма лоялен к бренду Victorinox. А так, все-таки есть у компании Victorinox немало конкурентов. Но вот в плане овощечисток, вот овощечистки Victorinox то, что надо. Вот когда я приобрел себе такую овощечистку, я до этого ножами овощи чистил. Ну вот с появлением этой овощечистки этот процесс облегчился и заметно ускорился. Вот овощечистки Victorinox просто топчик. Ну и также хочу отметить какие-то интересные серейтерные ножи Victorinox. Они вот недорогие, но их тоже стоит попробовать на кухне. Ну и во многих каких-то ситуациях они будут более предпочтительны, чем ножи с плейновой заточкой. Второе место, и тут у нас Victorinox Nomant. Это такой командировочный кухонный складной нож. Аккуратный, тоненький клиночек, тоненько сведенный. Прекрасно справляется с работой по продуктам. Лучше большинства каких-то современных складней. За счет того, что он тоненький и тоненько сведенный. Плюс тут есть две открывашки. Консервную открывашку тоже зачастую где-то в командировке или может быть в каком-то небольшом походе. Консервы с собой иногда берешь. И вот открывашка тоже прекрасно открывает консервы. Ну плюс тут еще одна открывашка, штопор, шила, пинцет, зубочистка. То есть такой складной походно-командировочный кухонник. У меня это Victorinox Nomant. Раньше как-то я больше ратовал за то, чтобы таким вот ножом в такой нише выступал какой-то трехрядник с пилой. Но вы знаете, в последнее время я смотрю, что лучше с собой взять складную пилу. Она не тяжелая, занимает немного места. Но все-таки она, конечно, более полноценная и ей действительно можно каких-то дров напилить. Поэтому смысл в ноже 111 или даже 130 мм с пилой я особого не вижу. Опять же, может быть, стоит взять какой-то нож 111 мм с более расширенным функционалом. Там типа Outrider, Hercules или даже Workchamp. Но у меня, вы знаете, расширенный функционал вот этот нож и нож, который на первом месте. То есть, такой вот двухрядник, он оптимален для каких-то кухонных, командировочных задач. Первое место Victorinox Deluxe Tinker. Такой нож был у нас и в горном подходе. И это как такая небольшая ремонтная мастерская. Также я его рассматриваю как EDC-нож. Да, он такой толстоватый, он тяжеловатый. Но опять же, зимой, осенью где-то в куртке во внутреннем кармане его носить не проблема. Ну и то, что у вас нет ножа на быстром доступе, я считаю тоже, что это не проблема. Но летом все равно с собой зачастую какие-то сумки, рюкзаки носишь. Поэтому такой нож тоже ничем не обременяет. Зато у него такой прямо идеальный, на мой взгляд, функционал. Это два клинка, это ножницы, это небольшие пассатижики, которые тоже зачастую бывают полезны. Две открывашки с отвертками. Крестовая отвертка на спинке рукояти. Шива и каюк. Ну, в плашках пинцет зубочистка я хочу вообще клипсу на этот нож поставить. И поменять накладки на накладки из нейлона. Есть у меня накладки из нейлона. Кстати, на моем канале был и Hard Use Deluxe Tinker. Ну и он сам, многими задачами такими, для которых он по идее не предназначался, он справился прям очень жестко его протестировал. И надо сказать, что нож все выдержал. То есть этот предмет еще и весьма и весьма надежный. Ну вот, в этом году меня он прям поразил. Я давно знал, что он хороший. Я вообще давно знаю эти ножа. Викторинок, увлекаясь. И вот в этом году пришел к какому-то своему такому набору. Да, и даже не знаю, чем еще можно все это заменить. Как это все можно расширить, может быть углубить. Ну вот, прям вот этот нож. То, что нужно, на мой взгляд, для EDC ножа, для какого-то, может быть, вспомогательного ножа. Ну, для горного похода, там, понятное дело, какой-то хороший фиксит с собой взять, который мы построгать и порезать, и все на свете. И вот такой вот ножичек, плюс, например, складная пила, и вы, по сути, все задачи решите. Ну, а этот нож, как ремонтная мастерская, тоже со многими вещами способен справиться. В общем, условное, опять же, первое место в этом году Викторинокс Делюкс Тинкер. Ну, а так, да, вот эти все ножи, они хороши, каждый из них хорош своей ниши. Видите, что уже очень много про Викторинокс сказано на моем канале. Не знаю, но, конечно, еще видео про Викторинокс будет выходить, будут все равно какие-то новые мысли появляться, но вот уже у меня такое ощущение, что вот это мое увлечение ножами Викторинокс уже в какую-то завершающую стадию вступило, и вот я уже с высоты своего опыта, вот такой вот наборчик Викторинокс, такое ощущение, что останется со мной уже надолго. Ну, и это на самом деле хорошо, любое увлечение, любое вообще занятие должно к чему-то приходить. А вы пишите в комментариях свои топы ножей Викторинокс, что вам нравилось. Мне будет очень интересно почитать. Давайте, викинги! Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok